итак я желаю говорить про из истории сегодня будет речь идти про третью часть но немножко тех кто не был раньше предыстории о том что это такое это у нас серия из четырех книжек вот они у меня конечно же все есть не сочная по ним я работаю немножко чуть подробнее посмотрим да если нужно будет пройти их посмотреть внизу есть ссылочка презентацию и так это у нас четыре книжки как я сказала каждый из которых у нас включает себя 10 коротких рассказов написанных в определенном грамматическом времени я бы сказала что они там пересекаются потому что уже начинается все увеличится увеличивается дальше после каждого рассказать есть упражнения для отработки лекстики и грамматики естественно очень хорошие иллюстрации вот сейчас еще пока дала чтобы войти в конференцию еще раз посмотрела мне очень нравится картинка просто не такие милые такие и прямо из детства да и мы их можем использовать конечно как опору для говорения а также эта система заданий для проверки понимания причины это все входит сюда и у нас есть опоры для выделения главной информации рассказа его пересказывать те слова которые даются после каждого рассказа могут послужить опору извиняюсь на них просто взглянем сейчас увидим то можно составить пересказ пользуясь только этими словами мы с ними работаем потом уже совсем легко становится конечно же все рассказы носят у нас воспитательный характер развивающий лучше доброте вот прямо не как-то именно этой добротой как-то пропитаны ощущение что когда сам читаешь себе тоже хочется так делать хочется кому-то помогать да быть щедрым сопереживать ну и конечно можем использовать как самостоятельно то есть если мы занимаемся например детьми дополнительно можно использовать их как самостоятельную книжку потому что там есть грамматика там есть все только просто будем с другой стороны к этому подходить либо как дополнение учебнику потому что всегда нам нужны какие-то уроки дополнительные по чтению что-то нам нужно или может быть внеурочные детства дополнительный урок дают очень хорошо подходит принципе если говорить целом . готова но я просто хочу рассказать что еще можно с ней сделать кроме того что там уже хотя вы уку и и купили там все есть можно даже ничего ни к чему не готовится не мучиться идти 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 но естественно я расскажу что мы еще можем сделать каждой книжке есть грамматический справочник сейчас будут странички я покажу дальше у нас там есть в конце англо-русский словарь конце книжки и есть еще после каждого после каждого рассказа тоже есть коротенький что я говорила с разными словами которые нам помогут и понять рассказ и пересказать и задание сделать и в общем-то в принципе потом эти слова пригодятся какие-то слова встречаются у нас других учебников но есть слова которые не встречаются они всегда нам нужны потому что вроде бы как идем по учебнику откуда взять еще слова мы будем брать так вот это грамма банки там сначала идут таблицы неправильных глаголов это именно в третьей части нет все не изучают пришедшее время потом вот такая большая табличка по временам я вам сюда поместила чтобы посмотреть какие слова изучаются кстати рекомендую всегда просматривать эти все слова чтобы потом посмотреть могут ли они поискать видите вот такое задание знает ли они какие-то нужно ли что-то еще и не туда из этих слов может где-то заранее дать чтобы мы понимали когда мы не поэтому не по этой книжке работаем мы встретили это слово да и знали что там попадется можно обратить внимание и так для кого вот я говорю 3 4 класс но опять же надо смотреть они достаточно простые истории в то же время немножко слышны потому что как я говорила первую часть вроде бы и над с маленькими но у меня сейчас четвертый класс первую часть они слабые поэтому будем смотреть то же время про четвертую буду говорить девочка у меня в шестом классе но есть четвертый класс который читать поэтому тут я даже точно не подскажу например раз троечка 3 4 класс потому что для третьего будет наверное сложновато и плюс еще тут грамматика поэтому надо смотреть по грамматике в том что я бы например не рискнула взять с теми кто не изучал прошедшее время как мы можем использовать здесь 10 рассказов поэтому конечно же это один раз в месяц мы можем либо в конце юнита но мне так и приходится примерно 9 месяцев мы учимся и примерно в конце месяца в конце юнита выпадается не просто заканчиваем в настоящем уроке у нас будет резис то есть бывают незапланированные уроки в школе сама работала знаю что это такое когда вместо кого-то поставили да еще и целый класс и неизвестно с учебниками с учебниками другая группа и так далее можно взять вот почитать такое может быть ну или там у своей группы например есть у той нет я бы еще при изучении грамматики брала дополнительно изучали совершать шагу тут есть и можно брать туда дополнительно давайте мы еще на эту тему почитаем историю работа переходим непосредственно к третьей части здесь у нас содержание да что в ней есть интересное сами по себе название и мы конечно сегодня будем рассматривать первую часть потому что она и свободного доступа и вы не можете скачать если хотите попробовать что это такое проводить уроки по этой книжке моей презентации и с скачаным файликом которым из первая часть итак вернусь немножко назад на тут ее свой инвеншин первая часть и мы играем в эрудит не могла вспомнить как называется эта игра если кто-нибудь мне подскажет я буду очень признательна эрудит какой-то наборщик да говорят и мы играем вот этот эрудит наборщик с фразой и useful invention то есть я им пишу на доске можно дать на каких-то листочках распечатанное пока не открывая книжку не трогая ничего тем более это первое они уже забыли что там было в в прошлых частях у тебя даже пока не знаю про книжку вот мы делаем у нас есть эта фраза и как вы знаете из этой из букв этой фразы можно составить другие слова чтобы они там не составили они все это составляют какие-то слова говорят мы просто поиграли со словами какие получились такие что-то по длине и будет когда они будут пытаться называть можно все это записывать возможно состоится какие-то слова которые там попадутся да потом всегда такое слово попадается нет так нет нам просто нужно было качество такой фон зарядки мы эти слова нашли написали проговорили все языки свои размеры и пойдем дальше слово invention я выношу отдельно все спираю остальное спрашиваю что это такое да кто-то может быть уже знает что это изобретение немножко поговорим там корень слова когда-то спрашиваю какие изобретения не знают телефон и велосипед машина и тогда я говорю животное ведь тоже могут что-то изобретать например кошки используют в качестве игрушки да 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 у меня кошки тапками играют и так далее да и мы будем говорить о том что могут изобрести животных и тогда мы уже будем изучать слова например я говорю что это такое у нас появляется снова пункта ведь животные же придумали да как его сделать где своих птенцов выращивать изобретение а если в этом гнезде вниз сидят птенцы то они вот называются место откуда эти слова вы увидите они есть у нас потом идут после текста и нам нужно то есть мы от тех слов которые они собирались фразы переходим просто к другим словам от инвенция дальше вот такая вот веточка у меня появляется и слова твик потому что там у нас есть это тоже слово я спрашиваю из чего они сплели это гнездышко из . все это я показываю конечно сейчас на экране презентацию возьмете если есть возможность можно показывать если нет просто картинки да любые какие найдете либо можно отсюда взять распечатать хотя бы черно-белое и а люди что делают из этой и светочек мы же не делаем у конюста мы делаем корзинки там тоже есть это слово баски а кто делает такие гнездо мы сказали что делают птички при помощи чего они делают они делают это при помощи клюва как они могут делать это все идет и давайте подумаем какие такие птички каких мы знаем у которых есть клюв воробушка все сразу вспоминают да и тут они начинают подозревать странно что вы тут не так про аиста начинает вспоминать про то что детей приносит ничего страшного вот я говорю что у них тоже есть клюв мы узнаем как и как они называются так мы узнали эти новые слова немножко и повторяем я тут сразу вставила мало ли вам нужно будет с презентации вот так здесь можно провести линии здесь буквы вставить и вот так и еще уже так хуже еще сложнее но это я вставила все это можно конечно распечатать отсюда берем и спечатываем все страничка с пузырьками серыми дальше вот мы таким образом взяли слова дошли до них и мы открываем первую страничку как я говорила без каждому распаду есть картинка и вот они наши слова они сразу начинают показывать вот он сток вот он сказал у всех они нашли баскет нашли пишешь мы здесь называем еще все что видим где это все происходит и так далее все как в предыдущих частях я рассказывала можем здесь карточки сделать подписать чтобы не повторяться каждый раз здесь мы делаем немножко по-другому можно эти же линии провести так далее а вот это вот я не делаю потому что мы еще будем если долго так считать то сколько слов сказал будет очень долго можно сделать мы эти слова которые изучали можем тут разложить то есть мы изучали напишем и здесь разложим на картинке и переходим к тексту вот с первой и второй частью я сначала брала слова которые после я взяла но не все я взяла только вот с этой страничке и там еще несколько палок и все только немножко слов для того чтобы нам был более-менее рассказан почему потому что мы уже этих ребят постарше учим как бы работать искать слова будем обращать внимание на то что у нас в конце есть слова реки поэтому мы сразу перейдем чтение первый раз читаем текст про себя я прошу прочитать про себя пока вслух не надо и и подчеркиваю новые слова те что были с картинками те что мы изучали до этого до того как начали читать их подчеркиваем да я разрешаю им черпать я если они купили эту книжку книжки достаточно дешевые забыла на самом начале сказать просто это для меня была находка находка эти книжки потому что такую цену купить книгу почти не просто было невозможно раньше я покупала по 3-4 тысячи и родители сходили с ума от того что они в этой да они потом подчеркать карандашками книжка это их она как тетрад так как мы там будем поэтому они подчеркивают что-то находят эти слова прошу подчеркнуть либо можно взять разными цветами а вот незнакомые которые по их не знакомыми встречать мы их обводим либо другим цветами вот они выделили мы их обсуждаем проговариваем переводим можно какой-то еще пример перевести ну я так делаю всегда попадается слово я его в какое-то еще предложение вставляю и мы напоминают что-то смешное особенно если кто-то из других детей знает просим попросить объяснить слова да ну например один знаю другие не знают или догадались так часто можно по тексту догадаться что такое вот это слово тут кто-то видит в этом слове слова атака а кто-то не видит кто-то догадался скажет что случилось ну и конечно говоря давайте воспользуемся глоссарием который у нас есть после заклинит туда что вам мешает посмотреть на же есть здесь слова либо в конце книги какие-то слова которые в этом маленьком глоссаре есть в конце книги вчера я специально все просмотрела встречаются все слова которые есть то есть которые в этой книге есть что может форма другая вот так он про себя прочитали выделили слова опять нам стало легче мы пойдем дальше про себя прочитали поняли смысл нам уже какая-то более-менее уверенность появилась что нужно было что вот теперь мы будем читать текст либо по абзацам как бы я понимаю что не всегда есть время выдумывать как это лучше прочитать поэтому по абзац хотя слышал меньше если хотите сделать свой урок скучным делать банальным иногда мы вынуждены ничего плохого в таком не вижу дальше мы можем сделать так выдать слова пару или каждому каждому просто будет проблематично слова часто повторяются а вот пару можно выдаем вот одно из этих слов которые было раньше и они будут читать только те предложения которых есть так чтобы каждому что-то достал по два слова и еще интересно очень последнее время я стала так делать читаем ровно например пять шесть семь слов то есть я считаю первое предложение у нас восемь слов первое предложение я прочитала восемь слов каждый следующий читает за мной ровно восемь слов при этом я говорю мы соблюдаем интонацию . остановимся просто следующее предложение начнем если там какая-то будет где-то смена это не просто вот так вот прочитали эти восемь и они себя сначала отсчитывают там становится следующий продолжаем придется следить я ведь не говорю кто следующий но я говорю давайте сейчас на каждые восемь поделим было понятно потому что сосчитать как вариант можно говорить где остановиться ну просто тогда у них не получится при интонации плавать лучше именно отчитать можно посчитать сколько всего слов поделить на количество детей и каждый будет читать мы это читаем первый раз тут они могут еще с ошибками читать ничего страшного еще сто раз после перечитая главное чтобы не была какая-то смысл какой-то это читать потому что когда просто по абзацам тоже ничего плохого там нет если каждый раз так читать начинается скучновато скучно значит нет никакого смысла дальше дальше мы работаем с текстом тут все те что я говорила первые 2 части можем использовать ну еще можно я называю куда часть предложения не читать на фоне если я возьму вот такого из четвертого да тут вам день по лесу я например возьму фразу с пара у нас да им нужно дочитать собственно и могу любой кусочек предложения три-четыре слова ну-ка ты слова сочетали и они зачитывают его полностью нужно найти это сочетание и соотнести его на с каким-то предложением и предложение зачитать вот мы еще раз прочитали а до этого уже слова потренировали мы уже этот текст почитали там поролям и так далее дальше я могу сказать предложение на русском они его существуют на английском перевод да я еще пытаюсь соблюдать интригу начинаю не не слова в слова как литературный период нужно сделать и наоборот ну как бы это странно просто перевод да или я зачитываю предложение меняя какую-то фразу ну то есть я же знаю какие-то символы он там лавди я скажу like изменить какое-то слово им нужно найти кроме того что нужно сказать это предложение еще и слова прочитать то что верно или можно здесь оставить ставьте мое по старше и посильнее опираться на синоним и антоним всю эту работу которая у нас потом ведет экзамен дальше вот они наши слова мы будем разбирать теперь уже они нам встретили да может теперь и знаем мы уже их подчеркивали как незнакомые на них обращали внимание да нам теперь уже гораздо легче и мы просто можем еще раз разобрать эти предложения опять мы еще раз прочитаем предложение все так чему не ну не только потому что мы читаем у нас в конце задание на пересказ чтобы нам его хорошо сделать нам на 25 раз предложение повторить а мы их повторяем кого так ненавязчиво потому что мы сейчас такое задание делаем сейчас мы зачитываем предложение с каждым словом а потом можно поиграть снежный ком у снежный ком все знают обычно это просто слова а мы будем играть снежный ком с предложениями ну то есть целыми фразами допустим у нас вот здесь слова это нужно взять кусочек из текстов там было как от этих baby сперл зачитывать словосочетание ну то есть фразу как будет с этим первый говорит одну второй другую и так далее вот с каждым словом то есть каждый себе должен будет найти но когда первый раз играю в такую день я им разрешаю пометочки делать записать себе что-то не так просто потом уже мы дойдем еще по кругу еще раз ну я учу своих детей выписать первую букву я сама так делаю честно когда я где-то учусь у нас что-то бывает такое что за кем-то повторять часто этот снежный ком используют и на курсах и везде я себе пишу первые буквы услуг им тоже так запишите первую букву нам это потом пригодится но как раз в конце когда будем пересказывать пользоваться и не так хочется хотя бы одна буква хотя бы одна буква я когда-то когда экзамен не сдавала мне нужно было также сделать я не шпаргалки тело описала свои первые буквы или хотя бы одно слово у первого билета ведь учить-то учил мы просто вот где-то нужно какой-то толчок так будет лучше дальше мы конечно же выполняем все задания со словами тут вставить нужно подобную там делали или вставить букву да здесь соединить но обязательно обязательно я готовлю дополнительное задание сейчас я их покажу на в знании можно найти есть из истории поделилась этим на ул тоже есть там есть истории свал и написано от ванта я еще дошла первая книжка вся есть четвертая вся есть а вторую третью я началась первая и третья вторая и четвертая но они все есть можно будет можете поискать все что на все доступе есть если они найдете я в конце рекламе адрес свой даю вы можете написать может быть я не досмотрела не до открыла но конечно же я приложила здесь все приложила все которые может быть это все оттуда задание то есть мы можем такое дать почему потому что кто-то будет предыдущие долго делать 100 процентов кто-то будет делать поэтому а другим нужно же какие-то задания то есть я им даю вот эти дополнительные а тем кто тормозил красивое слово но это так между я говорю я вам домой тебе говорят нам тоже что-то домой поэтому иметь себя в запасе это же самое знание такое же точное задание можно взять с удовольствием в другом порядке просто будет будет что дать мы тут не все попали это просто сами слова и там еще такие карточки есть тоже можно их распечатать ведь они такие нечеткие лучше взять знания самостоятельно и просто поделена на две части здесь тоже поделена на две части нужно надо или как одну половину другую и не влазили на один лист очень мелко было подобно тем более мы такое делали вначале чтобы проиграли с первыми словами уже можно вот эту часть можно например взять следующий потому что когда мы один рассказ прочитали берем другой то я говорю давайте вспомним слова из предыдущего что у нас там год повторить дальше у нас пришла к нам в гости грамматика в этой книжке отличие от 1 2 1 2 было очень мало там прям раз и они были как бы после текста немножко так граммаческих заданий такого объяснения не было а здесь у нас хорошая грамматика начинается конечно же вспоминаем это время правильно неправильно глаголы сейчас покажу что мы делаем как мы можем проиграть немножко об этом поговорим чтобы они не 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 пугались сразу и таблицу неправильных глаголов обращаем внимание что она есть чтобы им было не так страшно что там можно посмотреть я был никогда не была одна группа где ребята были уровня b1 подростки они первой жизни узнали что в конце учебника есть пусть пользуются умеете работать с книгами тоже надо там еще не так потому что там может быть текста вторая форма не будет искать и так мы обсудили грамматику мы конечно же это все идет после грамматики текста мы конечно же должны повторить это я придумала такую игру расскажу как мы тут играем мы ставим глаголы труфы мы кидаем кубик и ставим здесь и правильно и неправильно я взяла абсолютно все глаголы которые есть в тексте плюс не только в тексте а вот задание эти сей юзу они в инструкции это прочитает в инструкции абсолютно все заменить это очень легко это портинку если откроете мы идем до конца доходим здесь этот красный выход до сюда доходим это первый дойдет но обычно кто первый дошел говорят все мы заканчиваем игру да например если кто со знания работает онлайн есть у меня есть ребята которые встают второй раз это если есть время глаголы повторили потому что как-то кинули сразу мою грамматику да и все и хватит дальше ищем эти же глаголы в тексте ищем говорю я им они конечно найдут те что поверить на начальной форме но если бы мы не повторили то не все глаголы узнали потому что у них поменялась форма потому что то вторая соответственно они вот уже ищут им так легче потом мы зачитываем предложение с этим глаголом то есть мы их и повторили еще раз предложение еще раз текст повторили он потом у них от зубов уже отскалки я в конце скоро уже буду рассказывать о том как делаем пересказ на самом деле уже ничего сложного нет потому что и слова повторили с глаголами повторили уже сам по себя идет на дальше у нас есть еще такое задание например переписать прошедшим достаточно легко вот смотрите если время немало я прошу только глагол поставить не переписывать если время немного зависит от детей сами понимаете да кто-то быстро делать это медленно если я вижу что еще нас увели сколько времени то мы будем писать полностью даже онлайн я прошу здесь написать если их мне несколько я делаю для каждого кошечка если они в этом если нет только глагол можно только назвать дома потом дать дописать эти предложения и я прошу найти еще два-три предложения в пассивном тексте опять повторяем эти предложения но опять этот текст еще раз совсем легко мы дойдем до конца дальше у нас есть чё фас задание выполняем и я прошу составить свои дополнительные значит можно просто без текста взять предложение да это будет правильное другое предложение взять и повинять в нем какое-то слово или нот поставить неправильно ну и вот таким образом либо это делаю я пока не там пишут если я понимаю что они готовы сделать это сами то они делают ну конечно обычно всегда делают я прямо не приведу ни одного примера что я не знаю и не буду прочитать одно предложение из текста заметь любое слово на какое-нибудь там например элита у нас ним фэлфом динест упала звезда а мы скажем дальше здесь у нас еще посоединить части предложений то есть продолжим и мы тоже составляем что именно я торопышком даю задание стать свои пары возьми одно предложение из текста опять мы проговариваем и подели его на части но возьми три и перемешать мы все не пока подпишу можно а если есть возможность распечатать текста и дать им повырезать чтобы они вырезали можно эти же предложения из текста дать уже разрезаны чтобы они их по составляли но можно просто его отсканировать чтобы они были ровно иначе отнесут их как пазлики поэтому лучше будет сканировать и кто-то это быстро сделает это будет долго но здесь мы вот с таким уровнем я обычно с ними особо не разбирают но только одно какое-нибудь говорю и мы еще дальше у нас тут первый раз встречается ответ на вопросы предыдущих частях этого не было отвечаем на вопросы а потом я прошу задать два вопроса еще по тексту любое предложение любую информацию составить свои вопросы в прошедшем времени и мы естественно задаем такие же вопросы то есть как мы видим нам до этого нужно было уже изучать это время можем его изучить прямо здесь только если не берете эту книжку основу для изучения не только по не заниматься начинать с первой постепенно идти можно заниматься только поэтому не должны знать как составлять вопросы по образцу можно взять одно предложение из текста помочь им давайте мы здесь составим перейдем хотя бы общий вопрос и потом они уже сами составят составили задают вопросы опять повторились дальше в этой книжке видите уже много начнут есть еще перевод предложений ну а не их переводы переводят они как они начнут черный поцампись наглядывать мы найдем тексты подобные предложения и добавим слова переводить то время как у нас есть опора займет много времени вот они приводят конечно те кто у нас торопится мы можем дать дополнительные предложения мы можем дать те которые мы вначале мы говорили для я говорила предложение но и у нас еще одно задание пересказать движемся к концу да и мы будем пересказывать точно мы можем пересказывать по разному можем просто взять эти слова которые есть как я говорила этих слов вполне себе достаточно чтобы составить пересказ может только раз его сказали можете пара все повторили все это перебрали все эти предложения можно но если мы считаем что либо то что я сейчас говорю можно использовать с предыдущими книжками следующий я просто не хочу повторяться каждый раз допустим я беру текст и выбираюсь могут какие-то слова сначала я убрал в этой части только в одной пока пересказ по одному слову надо будет ставить это снова дальше я убираю чуть больше слов но я здесь не подчеркнула надо делать черточки сколько слов пропущен чтобы они понимали уже здесь больше выбрали чисто для образца дальше я убираю можно предложение оставить здесь уже убирать опять же нужно черточки поставить и и я делаю так как и сейчас говорила написано первые буквы они смотрят на первые буквы и назвать это может чуть позднее потому что можно сделать так и ставить буквально там по одному слову через сложно усложнять все время можно в разные на разном каждом уроке брать разные можно распределить кому-то взять дать посложнее кому-то полегче да и когда им дашь разные у тех кто слабее мы же не можем отрицать что всегда есть слабее и это совершенно нормально значит тут они послабее в чем-то посильнее у них такая получается уверенность то есть я вот раздам эти бумажки у одного только несколько слов нет у другого многих слов нет а каждый думает что у всех все одинаково и они начинают читать и те кто послабее они сами поймут что все что мы делаем все задания которые мы делаем они не нужны они сделают этот контент смогут пересказать а вот консервис . я не знаю может будет может быть нет посмотрим еще не решила бы может так все знаем и они как-то все равно не приходится запомнить но на самом деле из истории с 3 части 4 они уже могут просто по словам этот возраст уже три часа уже рассказать могут все нет я никогда не прошу рассказать все поэтому делимся в первой части по фишкам идем во второй части по клеточкам ходит что-то они все равно друг за другом что еще добавить по цепочке пересказывать все даже я не перескажу если скажет при спать хотя этот текст читала уже 1 8 тут надо осторожно быть чтобы не наградить ну и в конце несмотря на то что тут этого в книжке нет я всегда прошу нарисовать рисунок что вам понравилось больше всего и вот мне понравилось так как я арт-терапевта и всегда занимаюсь тем что мы что-то прорисовываем рисуем небольшую часть урока буквально пять минут я уделяю тому чтобы мы поработали терапевтического группа была ну что-то рисуем или лепим или сочиняем далее какая-то все равно было чтобы дети и нашла как нарисовать аиста можно попробовать рисовать если очень хочется можно им дать такие картинки попробуйте потом сравнить и могут конечно кого-то другого в интернете найти и воробушка и всех как как нарисовать тысячу ну я им такую возможность себя даю опять же тем кто быстро что-то сделал домашнее задание задание нарисовать что вам больше всего ну конечно надо получить слова говорю я получит слова получит слова которые у нас были называть это тоже для них очень важно как итог какой-то вы сами знаете что если мы где-то учимся где-то занимаемся и в конце нам дают возможность подытожить все чему я там научился вы так себя вы чувствуете а здесь не знаю кого мне выбрать ну что ж а еще раз напомню про все четыре книжки да я думаю что в начале презентации есть я вам сейчас презентацию тоже есть хочу воспользуюсь случаем пригласить на замечательный вебинар с носителем вы уже видели анонс обязательно будет очень интересно это мой хороший друг на который имеет большой опыт работы поэтому приглашаю приходите и с вами мы увидимся для тех кто еще желает дальше послушать про самую сложную я имею ввиду те сложную часть 4 14 марта 6 часов вот заключительная но я потом обязательно другим своим наработкам сейчас я посмотрю какие то может быть вопросы есть если есть пишите ну и если мало ли возникнут после можете написать мне на почту сильно сегодня все сейчас я посмотрю вопросы и отправлю вам ссылочку и отправлю ссылку на всю папку там есть ну что ж я благодарю вас за то что вы провели это время нашли время чтобы провести его здесь с нами надеюсь вам было полезно информативно вы чем-то воспользуйтесь обязательно обратитесь к этим книжкам приобретете и если какие-то вопросы будут в презентации есть электронная почта да пожалуйста пишите я всегда отвечаю без проблем поэтому буду с нетерпением ждать и опасно это смотрите пожалуйста скачивается ли презентация может ли вы скачать перейдите чтобы я не волновалась это было уже такое что нет да все тогда спасибо ну чтож хорошего вам вечера хороших вам учеников с праздником мужчин и до новых встреч спасибо до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...